В Симбирске-Ульяновске 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 В Симбирске-Ульяновске-Ульяновске В Симбирске-Ульяновске 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 Два научная конференция «Подвижники благочестия. Письма, труды, поучения». К ее участникам обратился митрополит Лонгин. На конференции прозвучали доклады, посвященные памяти подвижников благочестия Русской Православной Церкви. Мы говорили сегодня о подвижниках благочестия, и среди них имя отца Неофита Любимова и его зятя Николая Варжанского. Отец Неофит Любимов прославлен в лике священно-мучеников, а Николай Варжанский – мученик. И мне очень было радостно лишний раз напомнить о памяти этих людей. И хотелось еще раз призвать к тому, чтобы мы помнили об этих подвижниках благочестия и знали о том, что в составе Собора Симбирских Святых у нас есть очень достойные наши святые. Но хотелось бы, чтобы Собор Симбирских Святых пополнился новыми святыми. Как отмечают участники конференции, такие встречи помогают обменяться ценной информацией, дополнить знания о том или ином святом, напомнить о подвиге подвижников благочестия. Чтобы не забыть. Потому что иначе вот эти пожелтевшие страницы архивов, они забудутся и будут утрачены. И слово, которое, вот то самое слово, из которого могла потечь кровь, потому что оно живое и трогающее за душу, оно точно так же останется забытым. А нужно, чтобы это слово звучало. Чтобы его слышали не только те верующие 50-х годов, которые слышали владыку Вениамина при жизни, но и чтобы это слово прозвучало для нас. Иначе мы обречены на повтор всей этой истории зала. Вечером в Спасо-Вознесенский кафедральный собор перед началом всеночного бдения был доставлен ковчег с частицей мощей святителя Иоанна Златоуста. По традиции в те города, где проходит форум, приносятся чтимые святыни. Ковчег доставил в кафедральный собор Симбирской епархии председатель издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Климент. 12 марта митрополит Калужский Боровский Климент, митрополит Симбирский Новоспадский Лонгин, епископ Барышский Индинский Филарет, епископ Меликевский Чердаклинский Деодор совершили божественную литургию и по ее окончании славление святителю Иоанну Златоусту, мощи которого пребывают в соборе. Очень символично, что в праздниках книги здесь с нами с этим мощами присутствует великий вселенский учитель и святитель Иоанна Златоусту, который, можно сказать, в котором можно посвятить все нижнее дело православной церкви. Тот человек, который оставил после себя, наверное, больше, чем кто бы то ни был другой в письменных трудозу. И до сегодняшнего дня его произведения читаются, изучаются, изучат наши правы, ему будут длежать и другие ряда Златоусты, которые в России практически не используются. Митрополит Климент передал духовенству и мирянам Симбирской митрополии благословение святейшего патриарха Кирилла, а также поблагодарил всех, кто участвовал в организации выставки «Радость слова на Симбирской земле». Он напомнил, что в названии выставки «Радость слова» оба слова пишутся с большой буквы. Большое внимание, если вы видели надпись оба слова пишутся со главным Богом. Потому что эта выставка говорит о слове, которое обращает к Радостью. И Бог у нас слов, как говорится, и то и о Господе. Главное для нас слово – это Господь усилен. И этим даром Господь одарил нас, людей. Никто, как человек, не может выражать свои мысли, свои чувства, свои желания через слова. Какие истории зубы? Слово – это разумное выражение своих патриарх, своих чувств. Слово – мы их обращаемся к форуму. В этот же день в актовом зале Епархиального центра подготовки церковных специалистов состоялась интеллектуальная игра «Брейнринг. Святые подвижники земли русской». Ведущим выступил куратор выставки форума «Радость слова», сотрудник издательского совета Русской Православной Церкви, священник Андрей Степанов. Этот сегодняшний «Брейнринг» посвящен русским святым и русской святости. Он сочинен Рутеном Сергеем Сергеевичем, который является доцентом Литературного университета города Москвы и является также сотрудником издательского совета. Игра задумана таким образом, чтобы, прежде всего, те, кто принимает участие, они узнавали больше информации про эту тему. Если выбирается тема русских святых, значит, вопросы построены таким образом, что ответ является очень развернутым познанием этого конкретного вопроса. Участие в игре приняли команды православных молодежных клубов Симбирской епархии и студенты Ульяновского государственного педагогического университета, обучающиеся по направлению теологии. Всего семь команд. Ребятам предстояло ответить на вопросы о святых подвижниках русской земли. Игра включала 4 раунда по 5 вопросов. После того, как все участники давали свой ответ на тот или иной вопрос, отец Андрей озвучивал и комментировал правильный вариант. Все участники игры получили в подарок от издательского совета книги, а каждая команда была отмечена дипломом. Впечатления самые добрые. Я был в восторге, когда увидел, сколько много народу. Ребята откликнулись, и это радостно. Я руководитель клуба «Адамант». С моего клуба было две команды. Одна заняла третье место, другая команда четвертое место. Довольно-таки высокий результат из семи команд. Викторина прошла очень интересно. Наша команда заняла первое место. Получилось освежить какие-то знания свои, узнать что-то новое. Некоторых святых, допустим, мы с девочками даже не слышали. После игры прошла творческая встреча с российским историком и писателем Дмитрием Владихиным. Дмитрий Михайлович рассказал о жизни и подвиге в период смутного времени святейшего патриарха Гермогена, а также о том, как связано с симбирском имя князя Юрия Борятинского. Затем известный писатель и историк ответил на вопросы участников православного молодежного движения и подарил книгу за самый интересный вопрос. Мне понравился вопрос, который мне задавали. Это были вопросы, касающиеся острых мест в нашей истории. То, вокруг чего идут споры. Что есть литературный талант. Что есть, скажем так, борение в сфере конфессиональной. По поводу чего можно вести споры, по поводу чего нелепо вести споры. Спрашивали о священнике Данииле Сысоеве, память которого для меня драгоценна. Программа мероприятий книжной выставки ярмарки «Радость слова» завершилась 14 марта в Дворце творчества детей и молодежи. Там прошла встреча жителей города с настоятелем Георгиевского храма поселка Нахабино, священником Павлом Островским. В начале встречи отец Павел рассказал о том, как преодолеть скуку в духовной жизни, о необходимости честного разговора с собой и борьбы со своими страстями. О том, как христианину преодолеть состояние двоедушия, научиться любить добродетель и ненавидеть грех. Люди, бывает, меня смотрят эфиры через какие-то стримы или онлайн и так далее, годами, три года, четыре года. И потом одна встреча. И одна встреча дает гораздо больше, чем бывать несколько лет вот такого просмотра. Потому что все равно глаза в глаза, вживую, это просто реальная жизнь. Это на самом деле не новое что-то, потому что еще святой апостол Иоанн Богослов писал, что много еще, что я хотел вам написать, но не буду, а когда приду, скажу вот уста в уста, глаза в глаза. То есть это еще 20 веков назад это было очень актуально, что многие вещи должны говориться только глаза в глаза. И в этом смысле, мне кажется, что когда люди именно вживую собираются, говорят о Христе, то здесь тоже сбывается этот принцип, даже точнее работает принцип, о котором говорил Христос, что там, где двое или трое, собраны во имя Мое, там Я посреди них. То есть если люди собрались именно ради Христа, то есть особое присутствие Бога. Отец Павел ответил на вопросы из зала. Присутствующим было интересно, как вобороть свой гнев, что такое радость во Христе, как правильно носить тяготы друг друга, зачем человеку даны страдания, какими бывают плоды духовной жизни и многое другое. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская митрополия. Симбирская митрополия.